Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! 27 Сивана, 26 июня. Мы продолжаем изучать Тору. И с Божьей помощью, в заслугу изучения Тору, будет хорошая неделя у всех, кто любит учиться. Хорошо. И как раз об этом сегодня отрывок о Йом-Йом, сегодня день, именно об этом. Именно об этом сегодня отрывок, что написано в книге Дворим, написано, что благословит тебя Бог во всем, что ты делаешь. Что Бог тебя благословит во всем, что ты делаешь. Вот мы вчера тоже разговаривали с одним человеком, и он говорит, вот как узнать, как поступать правильно? Я говорю, вот видишь, непонятно, как поступать правильно, потому что написано в третьей главе Коэлит, написано, есть время для войны, есть время для мира, есть время для разговора, есть время для молчания. То есть, каждая вещь сама по себе, она не является правильной или неправильной. То есть, есть когда время для одного, есть когда время для другого. А как узнать, он спрашивает, когда и для чего время. И вот здесь сегодня ответ на то, что он задал вопрос. В книге Дворим написано, благословит тебя Бог во всем, что ты делаешь. То есть, если есть на тебе благословение, то что бы ты ни сделал, оно становится правильным. Если нет благословения, то что бы ты ни сделал, становится неправильным и приводит к плохому результату. И здесь нам дается такой вот прям самый таранический лайфхак, да, истории. То есть, все, кто хочет, чтобы у них было все хорошо, они сейчас очень внимательно слушают. На человеке лежит обязанность создать сосуд для своего пропитания и постараться изо всех сил, чтобы этот сосуд был чист от всякой скверны, нечистоты, обмана и так далее. То есть, чтобы все было построено на законах Торы. Такой сосуд пригоден для божественного благословения, который выражается в двух вещах. В хорошем заработке и в том, чтобы этот заработок пошел на пользу. То есть, был реализован на правильные цели. Что значит заработок пошел на пользу? Вот, например, давайте разберем всю эту систему. Понятно, что каждый человек хочет, чтобы у него были деньги, чтобы он мог спокойно встать, купить себе еду, чтобы ему было на что жить, чтобы у него было что одеться, чтобы у него было возможности какие-то дополнительные, как-то реализовывать свои желания, чтобы у него была возможность помогать другим людям, у которых есть люди, которые там больные, не могут работать, которые пожилые очень, да. И нормальный человек, он хочет, чтобы у него было финансовое благополучие. Теперь, как его достигнуть? Люди очень беспокоятся с детства, например, за своих детей. Вот, иди учись, хорошо учись. Ты будешь хорошо учиться, будешь хорошо работать. И это не всегда так. То есть, есть множество людей, имеющих высшее образование, по два, по три диплома, красные дипломы, не могут найти работу, нет пропитания, не дается им пропитание. Теперь, значит, что нам говорит Тора по этому поводу? Тора нам говорит, что если у тебя есть благословение, то оно будет на всем, чем ты занимаешься, но ты должен чем-то заниматься. Поэтому, вот есть человек, например, да, любой человек, он, у него есть возможность, вот сейчас, кстати, выйдет на этой неделе, мы увидим про возможности заработка. Такие вот, по-простому, без включения, что на любом месте может быть благословение, но по-простому человек должен выбрать какое-то занятие, создать сосуд для получения этого благословения. То есть, создать чистый, законный сосуд, да, сосуд, это посудину такую, посудину. Интересно, что царь Соломон, Шлома Меллах, он говорит, что две вещи я всегда просил у Всевышнего. Шав Ведвар Казав Архек Мемени, пустой лживый отдали от меня, чтобы я не ошибался на пустые лживые обещания какие-то мира. Раш Веошер Аль Титенли, не давай мне бедности и богатства. И Трифени Лехем Хути, а накорми ты меня законным хлебом. Накорми меня законным хлебом, то есть, чтобы я зарабатывал честно, законно зарабатывал. Мир вокруг, дай бог, чтобы опять же весь наш урок за мир, чтобы был мир, чтобы закончилась война, чтобы прям перестали дивнуть мирные люди. Каждый наш урок об этом и, к сожалению, к большому моему сожалению, война не заканчивается, и войны идут на протяжении всей истории человечества без остановки. И мы сейчас здесь изучаем Тору, чтобы в индивидуальном мире выстроить все по Торе. Тогда Всевышний, в заслугу того, что каждый в индивидуальном мире действует правильно, он сделает мир во всем мире. Поэтому мы очень занимаемся важным делом. Еще раз. Значит, человек, который хочет зарабатывать, и это очень важный для всех вопрос, он должен выстроить какую-то чистую платформу, посуду, возможность для того, чтобы зарабатывать. Для этого нужна какая-то профессия, для этого нужна какая-то работа. Ну, то есть, человек должен работать, он не может не работать. Он должен приносить пользу другим людям. Второе. Если он выстроил все по Торе правильно, то Всевышний наполнит это благословением. То есть, бывает, что человек, там, я не знаю, занимается каким-то простым делом, и у него вот полностью, у него там заказы, заказы, заказы. А бывает, человек старается, выбивается из сил, а у него нет благословения, ни одного заказа. Понятно, да? Теперь, но есть еще второй аспект благословения. Благословение, это когда, значит, чтобы был заработок, это раз. И второе, чтобы он шел на пользу, это два. Потому что бывает, что человек зарабатывает, и у него одни минусы. Одни минусы у него во всем. То есть, он деньги заработал, а у него потом, бах, там ушло, здесь ушло, там врачи, там штрафы, там еще что-то. И нет денег. Понятно, да, идея? Все. Значит, я желаю, чтобы все в заслугу изучения Торы и действий по Торе получили благополучие финансовое. И тут у нас есть рецепт, как это сделать. Теперь вторая книга, вторая книга «Обретение неба на земле». Она очень, она нам добавляет. Как бы здесь идет, вот сегодня мы узнали такой простой, понятный совет. А здесь она сейчас выводит совершенно в трансформационное пространство. Вторая книга, да? «Обретение неба на земле». «Сделайте частью своей жизни акт, который выводит вас за границы. Помогайте людям, которые не являются вашими родственниками или друзьями. Сделайте что-нибудь, не соответствующее самоопределению. Бедите от самого себя». Значит, если бы мы не учили предыдущие уроки, мы бы не поняли, что здесь написано. Куда я должен бежать от самого себя? Зачем я должен бежать от самого себя? Ну, в этом весь и нюанс, что человек, который вот живет, да, он живет в рамках своей привычной структуры. Вот каждый из нас уже запрограммирован. Мы просто автоматические роботы, которые живем на автопилоте, которые думаем, говорим, делаем все на полном, полнейшем автомате. И вот человек живет на полном, полнейшем автомате годы. И он начинает изучать, например, Тору. Он хочет измениться. Но его изменения, они настолько минимальные, потому что информация, которая входит к нему во время 20-минутного урока, она настолько мизерная относительно того объема информации, который он принимает в течение дня, что она оказывает на него влияние примерно такое же, как человек зашел в парфюмерный магазин, понюхал духи и, значит, или там зашел в магазин здорового питания, посмотрел на здоровое питание, на цены, сказал, да, здоровое питание, есть же все-таки здоровое питание. Вот молодцы люди, питаются здорово, да. Или другую книгу про, почитал он книгу про бег. Бег, почитал книгу про бег, а там написано, что человек, который бег, становится меньше, начинает тренироваться, у него пульс, значит, например, в покое 70 ударов, да. А потом он тренировался месяц-два, легкий бег трусой, и у него пульс в покое 50. То есть его сердце стало намного, в полтора-два раза сильнее, мощнее, у него все в жизни поменялось. Но когда человек читает эту информацию, как вы думаете, эта информация ему окажет на него какое-то влияние? Абсолютно никакого. То есть да, правильно, да, интересно, да, может быть, да, действительно, что я стану выносливым и вообще не буду уставать, как интересно, и у меня даже еда мне не будет вредить, даже если я ем больше какой-то вредной еды, она не будет вредить, да, потому что ты час в день бегаешь, и у тебя не будет вреда. Интересно, и что это поменяло в его жизни? Абсолютно ничего. Теперь говорит нам вот эта книга «Обретение неба на земле», что человек может измениться, он может убежать из своего автоматизма, он может выйти из того, что мы в предыдущей уроке учили про яга, он все это может сделать, и путем к этому является постоянный выход за границу, постоянное обновление в обычной жизни. Как раз вчера в субботу мы слушали, был у нас урок Торы, и рассказывал, Рафпин Хасвушетский, рассказывал про Любавичского Рэбе, что он, Любавичский Рэбе, он говорил, что у меня не было ни одного дня в жизни, чтобы я не взял на себя какое-то новое хорошее решение что-то в себе улучшить. То есть каждый день он брал, чтобы не быть на автопилоте, он брал на себя обязательства в чем-то стать чуть лучше, чем он был вчера, что-то сделать новое, что-то сделать необычное. И там он приводил пару примеров, насколько это было для него важным, и это называется, наверите, такое слово «идхатшут» – обновление. И он все время обновлялся. Если мы посмотрим на вот этот совет, то он действительно помогает выйти за рамки. И если ты готов не просто услышать, а ты готов меняться, изменяться, улучшаться, то есть ты готов выходить из своих старых рамок, и тогда у тебя появляется новая информация, которая может принести тебе пользу, тогда она действительно является для тебя огромным ресурсом. То есть ты услышал, сделал, услышал про благословение, сделал, услышал про то, как это сделать, сделал. То есть ты постоянно находишься в обновлении, в движении, и тогда твои возможности, они действительно безграничны, потому что ты сам становишься безграничен. А обычный человек, он ограничен, он живет в своем вот этом вот мертве, в котором он привычно буксует на своем автопилоте, и получает одни и те же постоянно грабли, одни и те же проблемы, одни и те же болезни, одни и те же сложности. И вот так вот он пыхтит, пыхтит, пыхтит по рельсам, и потом, значит, все. И заканчивается его жизнь так же примерно, как началась. Но у нас есть способ, как выйти за границы. Очень просто, значит, сделайте частью своей жизни акт, который выводит вас за границы. И дальше идет перечисление. Это может быть просто помощь людям, которые не являются вашими родственниками или друзьями. Потому что там ты уже привык им помогать. А вот ты сделаешь что-то для кого-то новое. И сделайте что-нибудь, делайте что-нибудь, не соответствующее вашему самоопределению. Понимаете, какая идея? То есть у каждого есть самоопределение. Вот это я люблю, это я не люблю. Вот я, например, вот этот кофе я пью, а этот не пью. Сделайте что-то новое. Выскочите из своего вот этого привычного самоопределения. Очень хороший совет. Теперь, значит, переходим к недельной главе. Недельная глава сегодня начинается книга Бамидбар. Глава называется Хукат. Хукат переводится по становлению законы. Значит, в Тории есть понятные законы. Они называются Мишпатим. Всевышний сказал, почитай папу и маму, например, уважай родителей, не воруй, не убивай. Понятно? Все понятно. Но есть такие законы, которые называются Хуким. Хуким это постановление, которое вообще человеку непонятно. И здесь у нас как раз, вот если мы посмотрим на расположение глав, то мы увидим, что глава Хукат идет не зря после глав, которые описывали. Сейчас шли подряд главы, которые описывали архетипы грехов, которые есть в человеке по отношению ко Всевышнему. То есть архетипы, такие корни, фундаментальные грехи. Первый самый фундаментальный грех, который вот сейчас Хукат, это будет исправление этого греха. Значит, вот эта глава про красную корову, в этой главе рассказывается про красную корову. Самая непонятная заповедь в Торе, она приходит как исправление греха золотого тельца. Первый грех был золотой телец. Машер Абейну задерживается на горе получения Торы. И народ Израиля в этот момент говорит, нам нужен тот, кто нас будет вести. И значит, делается, я не буду сейчас даваться в подробности, делается этот золотой телец. Это символ материальной силы, материальной власти, символ материальности, этот золотой телец. Это первый корень греха, что человек думает, что его жизнь зависит от материальных каких-то факторов. От образования, от работы, от ситуации в мире, от финансового кризиса. Это все золотой телец. Жизнь человека зависит только от одного. Его взаимоотношения с Богом, его выполнения божественных заповедей. То есть только это является определяющим фактором всего остального в жизни человека. И значит, это непонятно. Ну то есть для большинства людей, которые называют себя нормальными, да. То есть норма это, ну просто что большинство. Вот они являются нормой. Хотя если сказать, что норма это верить, что земля плоская. Большинство же людей верили, что земля плоская. Но это не было правдой. Это была норма, но это не была правда. Земля круглая. Большинство людей раньше думали там, что женщины не должны участвовать в выборах, да. То есть было даже в цивилизованных странах, Америка, Англия и так далее, женщины вообще не участвовали в выборах. Они просто были бесправные вообще граждане, да. Это была норма, но это не была правда. То есть это была ошибка, все понимают. Поэтому отталкиваться в своей жизни от слова нормально и делает большинство это норма, но это неправда. Это неправильно. Теперь значит большинство людей ошибаются, думая, что их жизнь зависит от каких-то материальных факторов, от каких-то людей и так далее. Все зависит от Всевышнего. Второй у них был грех. Второй у них был грех это когда они просили мяса. Они просили мяса и они, это материальное вожделение. То есть сделать центром своей жизни материальное вожделение, это большая ошибка и это корень остальных грехов. Потому что с этого же начался грех, когда съели первый человек, его жена Хава, съели от плода дерево познания добра и зла, то она посмотрела на этот плод, он был вожделенный для глаз, она его захотела. И вот это физическое вожделение, оно является корнем зависти, корнем многих-многих вещей, которые потом человека приводят и к воровству, и к грабежу, и к обману и так далее. Теперь третий был у них грех. Третий у них был грех это они значит не захотели зайти в землю Израиля. Это был грех значит мираглим. Они не захотели зайти в землю Израиля и главное в этом грехе было, что они жаловались, жаловались они очень сильно. То есть он был на чем основан весь этот грех? На том, что они описывали будущее в негативе, то есть будет плохо. На том, что они интерпретировали ситуацию в негатив. То есть давайте мы вернемся в Египет, там нам будет лучше. То есть они не выполняли то, что Всевышний им сказал делать, они не выполняли. Это был третий архетип греха. Это неверие, что Всевышний тебя любит, неблагодарность Всевышнему за прошлое, неблагодарность за будущее. И когда, не то же неблагодарность, ожидание плохого будущего. Это архетип, в котором живет большинство людей, неблагодарность за прошлое и опасение, что будет плохо в будущем. Наказание люди получают прямо сейчас, то есть не надо ждать, это как засунуть пальцы в розетку. Когда человек неблагодарен за прошлое, ему плохо. Когда человек ждет в будущем плохого, он тревожится, боится, ему тоже плохо. Поэтому Всевышний он не наказывает, это следствие этого греха, то, что человеку плохо. Четвертый был грех, это был грех, архетип греха, это ситуация с Корохом. Корох, он, вроде бы он говорил правильные вещи. Корох говорил, что все святые, почему вы возноситесь, а может быть там где-то вот Машер Абейну преувеличил что-то от себя сказал. Это грех религиозных людей, которые между собой не могут договориться, они верят в Бога, но они все время выступают против мудрецов, против пророков, против раввинов. То есть их жизнь, она выступить против и сказать, что возможно, что Бог этого не сказал делать. Но внутри Всевышний же читает сердца. И он знал, что в сердце у Короха это было желание все-таки возвеличиться и получить власть для себя. Но этот грех, архетип этого греха, он существует до сих пор, очень много направлений, которые не могут с собой договориться, ругаются и так далее. И пятый был, получается, сейчас секундочку, это было четыре архетипа греха. Но давайте сейчас, чтобы успеть чуть про эту красную корову поговорить, значит, чуть на этом остановимся. Красная корова пришла, чтобы исправить грех золотого тельца. Эта заповедь вообще непонятная. У нее нет объяснений. Ее смысл не знал даже царь Соломон. Он не понимал, как это может быть, что берется корова красная, потом эта корова сжигается в пепел. Тот, кто ее сжигает, становится нечистым, а пепел очищает от нечистоты мертвого тела. И все, кто взаимодействовали с приготовлением этого пепла, который очищает потом, все они становились нечистыми. И это непонятно. И в этой непонятности является смысл исправления греха золотого тельца. Всевышнему надо служить не потому, что ты считаешь, что он такой же умный, как ты. То есть, когда человек говорит, я вот это понимаю, а это не понимаю, то, что Всевышний сказал, он как будто бы говорит другими словами, что вот да, Всевышний логичный, Всевышний такой же умный, как я. Я типа ставлю на Всевышнего печать одобрения своего, да? Нет, так не работает. Всевышний – это Бог, это истина, это имет, это истина. А мы должны эту истину принимать. И если у тебя внутри есть какое-то противоречие против этой истины, так нужно тогда выйти из своего вот этого «я», и мы сегодня узнали, как это сделать, выйти из своего «я», из своего эго, и соединиться со Всевышним через выполнение вот этих вот его постановлений, заданий, заповедей, изучения Торы. И тогда тебе есть на кого положиться, ты полагаешься на Всевышнего. Но если ты говоришь, нет, я Всевышнего хочу впихнуть в свои рамки, тогда тебе нужно своими рамками, тогда ты должен сам заботиться о своем пропитании, сам волноваться за свой завтрашний день, сам волноваться за то, как будут жить твои дети-внуки, сам волноваться за все. То есть если ты сам, то ты тогда видишь в какой-то момент, что ты просто облачко. Человек, его «я», его «его», его «сила» — это просто ничего, пустота. И поэтому есть путь, значит, погружаться в свое облачко и пытаться его забетонировать, и оно будет рушиться, или перейти спокойненько на систему управления жизнью и миром, которая Всевышний, он ее установил, он ее передал, он ее дал. Вот тебе заповеди, вот тебе Тора. Живи, кайфуй, радуйся, получай благословение и будь счастлив. Все, вот это то, что сегодня можно понять из этой заповеди про красную корову, из книги «Айом-йом», из книги «Небеса на земле». Все, всем хорошей недели, удачи, успехов, соблюдения заповедей, изучения Торы и радости, благодарности за прошлое, за настоящее и радости от прекрасного будущего. Все, всем хорошего дня.